Это видео будет полезно тем, кто хочет начать заниматься инвестированием с небольшим капиталом, в нем я вам дам массу советов для начинающих, приветствую всех инвесторов, а также начинающих инвесторов на моем канале, и перед началом контента, я хочу попросить вас поставить этому видео лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео, так как следующее видео будет посвящено американским акциям, которые можно купить за копейки, так что не пропустите, ну и теперь давайте перейдем к самому интересному, сейчас множество людей хотят заниматься инвестициями, но для этого им не хватает бюджета, и несмотря на рост финансовой грамотности, многие россияне оказались в этом году не готовы к трудностям вызванным распространением к вида, так по данным национального агентства финансовых исследований, почти у половины к началу пандемии не было сбережений, еще у третьей они хоть и были, но быстро закончились, и только у оставшихся финансовая подушка безопасности оказалась достаточно большой, если же у вас сбережений нет, то нужно начинать копить прямо сейчас, конечно же если есть такая возможность, и в данный момент банки предлагают низкие ставки по вкладам, которые долгое время оставались для россиян основным финансовым инструментом, и на этом фоне граждане продемонстрировали рост интереса к фондовому рынку, так на середину двадцать первого года, количество физических лиц, у которых есть брокерский счет на московской бирже, достигло девяти целых и четыре миллиона человек, против трех целых и восьмидесятых миллиона еще в декабре девятнадцатого года, при этом активность частных инвесторов тоже оказалась рекордной, большинство начинающих людей, которые хотят начать заниматься инвестициями, задают себе вопрос, а что если я не смогу заниматься инвестициями, для начала я вам объясню, что такое фондовый рынок, это по сути площадка с разными инструментами, одни из них подходят всем категориям инвесторам, другие могут быть слишком сложны для новичков, поэтому говорить, что кто-то может или же не может заниматься инвестированием на фондовом рынке, говорят неправильно, и этим могут заниматься абсолютно все, важно только помнить, что для вас нужно выбрать правильные инструменты, исходя из ваших целей и финансовых возможностей, и для начала вам полезно будет понимать, как фондовый рынок в принципе устроен, я вас познакомлю с основными действующими лицами на бирже, первое это эмитент, он выпускает ценные бумаги, чтобы привлечь деньги, другими словами говоря, это компания, второе это инвесторы, они вкладывают деньги в эти ценные бумаги эмитента, чтобы получить прибыль, далее идут брокеры, это посредники между продавцом и покупателем, то есть между инвестором и эмитентом, и последнее это депозитарий, он ведет учет ценных бумаг инвестора, все они приходят на биржу, которая предоставляет собой торговую площадку, инвестор решает продать или же купить какую-то ценную бумагу, и например через приложение дает брокеру поручение разместить на бирже объявление о продаже бумаги, когда же находится покупатель, биржа подключает клиринговый сервис, то есть компании, которые проводят расчеты между участниками сделки, и уже после подключается депозитарий, который фиксирует, какое количество бумаг продавца перешло на счет другого инвестора, и в реальности, весь процесс может занимать времени меньше, чем сейчас, я вам это все рассказал, и конечно все участники рынка, работают не просто так, а за определенную комиссию, поэтому выбираем брокера, внимательно изучайте его условия, а также тарифы, впрочем сейчас многие крупные брокеры, убирают дополнительные платежи, или как бы сказать депозитарную комиссию, и сразу учитывают их в плате за обслуживание, теперь перейдем к пункту, что же можно купить на бирже, кроме акции, которыми я в основном занимаюсь, на фондовом рынке, можно покупать, например, облигации и биржевые фонды, они же ETF, здесь по подсказке, вы можете перейти на видео, которым я предоставляю, два ETF фонда для начинающих, именно на этих инструментах, я вам советую остановиться, как начинающему инвестору, есть и другие виды активов, например, структурные ноты, но они сложные и доступны только квадратно, квалифицированным инвесторам, если вам будет интересна эта тема, то напишите об этом в комментарии, так я буду знать, что эта тема вам интересна, итак перейдем к ценным бумагам, я вам расскажу, что такое акции в двух словах, это ценные бумаги, которые делают покупателя, фактически совладельцем бизнеса компании, и дают право претендовать на часть ее прибыли, на акциях можно зарабатывать, либо получать дивиденды, как это делаю я, либо на разнице в цене, то есть купить дешевле и продать подороже, далее я вам расскажу пару слов об облигациях, если же вы купили облигацию, значит вы дали в долг государству или же какой-то компании, по сути это как бы расписка, в которой указано, сколько денег взял имитент и какой процент он обязуется возвращать, при этом чем надежнее должник, тем под меньший процент он готов брать в долг, а самые безопасные облигации, это конечно государственные, например российские облигации федерального займа, но и доходность конечно же по ним часто не намного превышает банковские вклады, и два слова о биржевых фондах, то есть ETF, строго говоря это не отдельный вид активов, а форма в которой они продаются, фонды собирают портфель из ценных бумаг, а инвестор может купить в нем долю, портфель может состоять из облигаций, акции или объединять и те и другие, главный плюс в этом это более низкий риск, ведь если один актив упадет в цене, это компенсирует доход от других компаний, кроме того доля фонда стоит гораздо меньше чем бумаги всего что в него входит, итак перейдем к вопросу с чего начать инвестировать, первое это самообразование, без понимания азов, того как работает экономика в целом и фондовый рынок в частности, инвестиции вряд ли будут успешными, конечно можно воспользоваться услугой доверительного управления, это когда вы даете деньги профессиональному инвестору, и он без вашего активного вмешательства их вкладывает, но она как правило довольно дорогостоящая, так что если вы начинающий инвестор, без больших бюджетов придется разбираться самому, второе это определить сумму которую готовы вложить в инвестиции, это первоначальный бюджет, и сколько готовы потом регулярно тратить на это, если вы готовы в принципе, далее вам нужно сформулировать цель, она поможет определить стратегию поведения на фондовом рынке, в каких пропорциях собирать портфель, как часто продавать покупать активы и тому подобное, новичкам советую обозначить конкретную цель, не просто хочу заработать, а накопить какую-то определенную сумму, например на недвижимость, ребенку на обучение или же себе на пенсию, далее оцените собственную готовность к риску, для этого например можно пройти тест на риск портфель на множество сайтах, а также крупные брокеры тоже перед открытием брокерского счета предлагают пройти похожие тесты, чтобы понять какую просадку портфеля вы готовы допустить, от готовности к потерям также зависит выбор активов, ведь чем выше их потенциал доходности, тем выше риск, и последнее это выбрать правильного брокера, частные инвесторы не могут торговать на бирже самостоятельно, для этого как раз нужен вам брокер, частные инвесторы не могут торговать на бирже самостоятельно, для этого как раз нужен брокер, он откроет специальный брокерский счет и вот уже с его помощью, вы сможете покупать и продавать выбранные активы, все что сейчас я вам сказал это были только технические шаги, а сейчас я вам расскажу о чем нужно еще помнить главное это об ошибках и по этой подсказке вы также можете просмотреть ошибки инвесторов и так начнем первое это не инвестировать ваши последние деньги сначала соберите себе подушку безопасности чтобы в случае форс-мажора не пришлось срочно распродавать активы и выводить деньги из брокерского счета далее это не инвестировать заемные средства на фондовом рынке существует возможность торговать не на свои деньги а использовать средства брокера но начинающим инвесторам я не советую к этому прибегать далее это диверсифицируйте ваш портфель не концентрируйтесь на покупке одного только вида активов тех же акций или же облигаций новичкам я рекомендую составлять портфель из доходных но более рисковых в короткосрочной перспективе акций и менее доходных но и более стабильных облигаций разнообразие портфеля позволит вам компенсировать падение одного актива если она вдруг произойдет плюс диверсифицируйте и внутри набора активов одного вида то есть покупайте разные компании из разных отраслей разные валюты и по разным странам далее не вкладывайтесь в то в чем не разбираетесь иначе высока вероятность неправильно оценить риск и последнее старайтесь не паниковать и не поддаваться массовым настроением скупать или же продавать активы фондовый рынок очевидно рисковый и часто он непредсказуем важно оставаться в курсе событий но не реагировать на них импульсивно теперь я расскажу пару слов об инвестиционном портфеле и как его собрать по сути портфель это все та же долгосрочная стратегия которая предполагает инвестиции в разные классы активов при этом в общем смысле вашим финансовым портфелем можно называть все имеющиеся у вас активы то есть недвижимость автомобилей валюту драг металла и так далее состав инвестиционного портфеля отражает готовность к риску например чем больше в нем акции тем он агрессивнее и наоборот чем больше облигаций тем он консервативнее первый вариант может подойти на длительных сроках инвестиций ведь исторически в долгосрочной перспективе рынок акции показывает большой рост второй вариант наоборот предпочтительнее для задач на сравнительно короткий срок которых вы не хотите рисковать можно же воспользоваться правилом возраста которая гласит что облигации в вашем портфеле должно быть столько сколько вам лет акции соответственно 100 минус ваш возраст то есть если инвестору на данный момент 30 лет то акции в портфеле должны составлять 70 процентов облигации 30 встречаются конечно и другие формулы расчета но смысл правил один чем инвестор младше и чем больше у него времени для достижения цели тем больше он может себе позволить рисковых но более доходные в долгосрочной перспективе активов акции и меньше и более надежных но менее доходных облигаций с возрастом это соотношение должно меняться большинство людей задаются вопросом если же у них остается свободное 5 или же 10000 рублей можно ли начать инвестировать такой суммы я уже неоднократно отмечал своих видео что начинать заниматься инвестициями можно из небольших сумм по моему мнению первые портфели можно собрать и даже с тридцать сми тысяч рублей хотя я видела людей которые собирали удачно сбалансированные портфели и на 10 тысяч рублей и это как раз правильная стратегия для начинающего инвестора с небольшим бюджетом на инвестиции тратить по чуть-чуть но регулярно докупать бумаги в свой портфель если вы хотите откладывать на брокерский счет небольшие суммы каждый месяц тот делать это стоит вне зависимости от состояния рынка по моему мнению очень важно сформировать привычку каждый месяц откладывать деньги и за несколько лет таким образом можно будет сформировать хороший сбалансированный портфель некоторые же новички задаются вопросом а если же я хочу покупать только акции конкретной компании в которую я верю и знаю видел я таких инвесторов на тик ток которые говорят что диверсификация это неправильно я разбираюсь полупроводниковых компаниях которые делают операционные системы и я вкладываюсь только в эту компанию такой подход противоречит базовому совету для начинающих инвесторов не складывать все яйца в одну корзину вера начинающих инвесторов в компанию действительно может быть важным фактором который стимулирует спрос и как следствие стоимость бумаги но это вера также быстро может и закончится не найдя поддержки реальных показателей компании но если очень интересует компании из конкретной отрасли то можно воспользоваться биржевыми фондами и на этом начинающие инвесторы если вам было полезно то поставьте лайк и чтобы не пропустить следующие видео по копеечным акциям то подпишитесь на мой канал желаю всем удачи всем пока